Как вы все знаете, у нас с ночью 27 апреля произошло чрезвычайное происшествие. Погиб старший инспектор полка ДПС ГИБДД по городу Казани, старшинная полиция Матрёнин Юрий Николаевич. События, точнее трагедия, получила широкое распространение в средствах массовой информации. Обстоятельства этого происшествия широко обсуждались в массовых сетях. Причем, читая некоторые комментарии, видишь какие-то негативные отзывы о данном происшествии. К сожалению, вчера у меня не получилось провести пресс-конференцию по той причине, что я находился в командировке. По ее возвращению, сразу же на следующий день мы с вами эту пресс-конференцию проводим. Вот вы видите, да, вот это автомобиль БМВ, водитель склонился за рулем, чем привлек внимание с пятого ДПС. Значит, после этого была предпринята попытка этот автомобиль остановить. Потом с помощью маяков, вы видите, что он начинает почти не ускориться. Сейчас попрошу обратить внимание на красную стрелку в кружке, чтобы понимать, с какой скоростью по городу движется данный автомобиль. Автомобиль весит около полутора тонн, поэтому мы прекрасно понимаем, что это, значит, условный снаряд выпущенный, да? Значит, ну это уже непосредственно видеорегистратор. На паузу поставьте, еще раз делайте. Значит, за патрульным автомобилем, в котором двигался, значит, командир взвода Морозов и старший над Матренин. Также еще, значит, двигался автомобиль патрульно-постовой службы, потому что, значит, информация о преследовании в час 04 была у ВВД города, значит, разослана всем экипажем. И сейчас мы видим видеозапись патрульного автомобиля, именно ППС, который следовал за автомобилем Морозова и Матренина, да? Как я уже говорил, уверен, что вы обратили внимание, что скорость нашего патрульного автомобиля 160-170, соответственно, скорость автомобиля, который они преследовали, еще выше. Значит, все понимаем, что автомобиль на такой скорости в населенном пункте представляет огромную угрозу как для водителей других транстресс, так и, естественно, для пешеходов. Хотя время уже было час ночи, да, час 16, когда прошло ТП, в любом случае пешеходы на улице наблюдались, поэтому любое промедление в данной ситуации могло привести к огромным негативным последствиям. Что касается применения огнестрельного оружия или так называемых мер для того, чтобы машину с дороги столкнуть и так далее, хочу сказать следующее. Значит, что у нас существует несколько способов применения остановки, транстресс начинает временное ограничение с помощью сигналов регулировщика до применения спецсредства огнестрельного оружия. Патрульный автомобиль был использован рядом по принудительным средствам остановки этого БМВ. В данных условиях применение огнестрельного оружия было исключено согласно пункту 6 статьи 23 закона о полиции, который запрещает применение оружия, если в результате могут пострадать случайные лица, а при стрельбе именно в городе этого исключить никак нельзя. Значит, если говорить про хронологию, у нас в час 02 преследование началось, в час 03 информация поступила в дежурную часть города, в час 04, как я уже сказал, была передана другим нарядом и было принято решение и организовано преследование нарушителя. После этого в течение 14 минут автомобиль следовал по улицам Новосоюзского и Московского района. Пистолет применять оружие было нельзя, другие способы силовой блокировки автомобиля были исключены ввиду его высокой скорости, соответственно, абсолютно непонятной траектории движения после, если бы мы, значит, столкнулись патрульной автомашиной с этим автомобилем нарушителя. Надо сказать, что в данной ситуации очень важно понять, что экипаж ДПС действовал осознанно. Это говорит о том, что, вернее, это подтверждает то, что, как вы видели на видео, значит, сотрудники именно заблокировали дорогу перед этим БМВ. То есть они не просто поворачивали налево, да, на улицу Шамиля Усманова. Значит, они не просто там случайно ехали, потому что, я повторю, 14 минут у нас шла преследование, значит, все наряды были ориентированы, и этот экипаж не просто так оказался на улице Декабристов и ехал навстречу, значит, этому БМВ. Значит, они проехали, как вы видели на видео, не налево на Шамиле Усманова, они прям, значит, подъехали к загруглению проезжих частей, и, соответственно, единственное, что не успели наши сотрудники делать, к сожалению, это выйти из патрульного автомобиля, потому что с момента, как они заплакировали проезжую часть, до момента удара прошло всего 4 секунды. Это на видеорегистраторе тоже все есть. У нас, значит, как я уже сказал, в данной ситуации наряд действовал в соответствии с пунктом 97 приказа МВД России номер 664, и принял единственное верное решение о приостановке транспорта правонарушителя. Почерпнув, что данный автомобиль двигался в сторону центра от Декабристов до улицы Декабристов, и какие у него были мысли, куда выехать, как выехать, даже если бы он не справился с управлением без всякого умысла, то мы понимаем, какие могли быть последствия. По коротко о погибшем сообщу, он старший ленад полиции, родился 6 марта 1976 года в селе Богородское Пестричинского района, службу в органных дел начал с 1998 года, пришел стажером во второй взвод 2-го батальона, где, собственно, все свои 20 лет, и отдал на службу государству. За время службы награждался медалями за отличие службы МВД 2-й и 3-й степени, и 19 раз поощрялся руководством Министерства внутренних дел. У него две дочки, 8 лет, и уже исполнилось 23 марта, младший и 11 лет старший, супруга, отец, который недавно перенес инсульт, и мама. Второй сотрудник, который находился за рулем, командир 2-го 2-го батальона, Морозов Вячеслав Леонидович, получил травмы с трясения головного мозга, в настоящий момент принимает лечение в 7-й городской больнице. Коротко по личности нарушителя, это 31-летний неработочий уроженец Казани, Артур Радикович Судрудинов, 106 лет. При проверке данных было установлено, что Судрудинов неоднократно грубо нарушал ПДД. В 2015 году он был лишен права управления за оставлением СТП. В период лишения права управления в 2016 году он привлекался к адмотвесу за управление транспортом, будучи лишенным права управления из-за проезд на красный свет светофора. Его адреское устремление до сих пор находится в районе определения ГИБД, так как он до сих пор не сдал экзамен после того, как его лишили. Кроме этого, в октябре 2015 года он привлекался к административной ответственности за незаконное приобретение наркотических веществ, а в августе 2016 года он был осужден на 3,5 года в лишении свободы по статье 228 за незаконный оборот наркотических средств, из которых год и три месяца он отбыл реальный срок, потом был освобожден по условно-досрочному освобождению. То есть на настоящий момент у него идет условное наказание. После совершения ДТП Судрудинов категорически оказался пройти медосвидетельств в медучреждении на состоянии опьянения наркотического. В отношении области оставлен материал, взятый биоматериал, на настоящий момент он находится под стражей. Я вас уверяю, что если будет еще раз такая же ситуация повториться, и если никаких других способов не будет, наши сотрудники готовы до конца исполнять свой долг для того, чтобы обезопасить наших граждан от любых противоправных посягательств. Чтобы расставить сотрудник полиции, ежедневный ресурс жизненный. То есть еще раз говорю, гомеров при задержании террориста своим телом бросился на гранату 58 сотрудников. За свою историю в высоте инспекции в районе поискулики Тарстан потерял 27 сотрудников и двух общественных инспекторов. Хотелось бы обратиться. Второе, не пускайте возможности провалить на средства своими близкими в дальнейшем средствах. Например, с помощью мобильного предложения арт-инспектора сообщает, что они доставят кучу нарушить. Не только его, но и его напарники обязательно. Все усилия для того, чтобы таких проведений было как можно меньше, в деле, что практически каждое сообщение, а не каждое, мы будем отрабатывать, обязательно так. То есть людей, кто не вреда, мы не получаем. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...